друзья всем привет выкопала я все-таки свою розу оригинальную розочку которая росла в саду три года в восемнадцатом году в августе месяце она была высажена из горшка это место срезала листья срезала побеги так и вот посмотреть очень легко я ее выкопала вот она моя роза очень я ее легко выкопала такое чувство что корневая абсолютно не наросла и даже мне кажется с ней произошло что-то вот непонятно она высаживалась она росла в горшке горшок объемом был около я так думаю литра три-четыре как-то вот так уже особо и не помню но не маленький когда я достала эту розочку из горшка то корневая была до такой степени оплетена что можно сказать и грунта там не было все было в корнях вот корневая держала форму этого не маленького горшка я переживала что корешки были подвернуты при посадке работниками но нет никаких подвернутых корешков как видите нет я немножко уже обновила проверила срезы они вроде как светлые был только один вот этот вот этот корень он был подлиннее как-то немножко ушел вглубь но сантиметров может быть 50 не больше а все остальное но это как-то очень слабо похоже на то что я выкапывала раньше я выкапывала манст это вот оригинальный оливирус костин который год проросли я их пересаживала и там была очень-очень такая объемная мочковатая корневая нарушая за год прошлом году в этом это весной выкопала принцесса александров кент которая два года росла тоже оригинально и у нее корневая также была другой а вот здесь такое чувство что вот она и не умерла и но и не развивалась не выдавала мне базальных побегов вот этот вот побег я все-таки срежу на нем вырос побежек тоненький как-то так особо и не цвел в общем сейчас я вот это обрежу оставлю один вот этот побег с тремя ветками они толщиной около сантиметра чуть меньше я ее подрезала оставим остались они сантиметров 50 длиной и высажу не не в это место а немножко подвину сюда подальше отнесут хвойных своих они пока конечно не очень большие но они конечно же разрастутся и корни будут мешать вот так так выглядит моя оригинальная розочка после трех лет роста что-то ей не пошло что-то не так в общем буду ее пересаживать сажать этот момент уже не буду вам показывать кого интересует этот сорт можете наблюдать за ним посмотрим что с ним будет в следующем году весной как он перенесет пересадку и будет ли он жить у меня есть черенок он очень-очень слабенький сейчас я вам его покажу и этим летом несмотря на то что я болела но все-таки умудрилась зачеренковать после первого цветения давайте посмотрим что за черенки но это на всякий случай если вот этот мой саженец этот мой саженец мои любимые розы не выживет так сегодня что у нас сегодня у нас 10 октября 2021 год так но это мой череночник что-то вроде того вот он мой алан тишмаш который я вам показывала летом здесь было два черенка один пропал все-таки усох и вот этот но это это такое что-то непонятное посмотрим как он перезимует выживет или нет он правда процвет но но очень маленький вот если ладошку поставить вот видите не буду его не трогать не выкапывать пусть остается как есть вот если сравнение у меня здесь еще растет дженни роз гарднер дарси бас он недавно показывала показывала также розы черенки зачеренкованная также как и алан вот этот вот в одно время вот она моя дженни роз гарднер какая а тот черенок конечно же очень очень плохо развивался развивается так но я уже конечно переживаю за этот сорт после того что я сейчас увидела и вот еще три черенка которые я зачеренковала после первого цветения вот как они выглядят очень такие красивые листья листочки они все живы вот то что происходит с ними в это время это очень даже неплохо они как-то не сразу стали пускать ростки после посадки черенки не сразу стали развиваться это очень хорошие показатели значит корневая нарастает быстрее и наверное в сентябре месяц столом стали они куститься и я конечно очень надеюсь что хоть что-то выживет после этой зимы и у меня будут будут саженцы этой розы ну вот так друзья поделилась с вами своей историей с розочкой алан тичмаш как говорится будем наблюдать всем всего хорошего и до новых встреч